Путина Нет, это практика необычная. Это первый раз за последние много лет, когда такая мера регулирования была использована. Она была введена как необходимая мера для обеспечения пропуска, с которым мы долго и неуспешно мучились на реке Камчатка ранней формы нерки. В этом году, чтобы снять эту проблему, было первичное базовое условие. Сначала пропускаем рыбу в размере 25% от необходимого для всего воспроизводства пропуска. И после этого стартует морская рыбалка. На какой результат вы рассчитываете благодаря пропуску ранней нерки и когда этот результат можно будет оценить? Этот результат уже очевиден. На сегодняшний день, благодаря мерам в целом, всем регулирования пропущено уже порядка 430 тысяч экземпляров в реку Камчатка. Эта рыба уже дошла до Мильковского района. В этом году в значительном масштабе она туда попала. Дошла до этого участка реки и уже отмечают ее присутствие там и рыбаки, и местные жители, которые занимаются любийским рыболовством, и представители коренных малочисленных народов севера, традиционным рыболовством, отмечают наличие этого ресурса уже в большом количестве. Какой прогноз добычи составили в этом году ученые? Нам ждать рекордов или же все может быть достаточно печально, потому что, наверное, не может быть постоянно очень много рыбы? Ну, слава богу, с общим объемом достаточно все хорошо. И наука нам дала достаточно хороший базовый прогноз. Прогноз 240 тысяч тонн лососей для полуострова. Это тоже весьма и весьма значительный результат. Если в таком объеме рыба подойдет, и мы ее выловим успешно и пропустим, то это будет хорошая путина. Ну, а что касается реки Камчатки, о которой мы говорили, то по нерке в этом году прогноз составляет 8 тысяч тонн. Это не очень большие цифры. Мы сегодня видим уже, что значительное снижение идет освоение этого ресурса. По сравнению с графиком прошлого года. Андрей Георгиевич, в этом году есть ли еще какие-то изменения в порядке организации путины, вот помимо пропуска ранней нерки? Может быть, какие-то дополнительные проходные дни? Да нет. В целом, организация промысла везде у нас осталась в рамках регулирования уже многолетнего, то есть и прошлого года, и до этого. Единственное исключение, вот бассейн реки Камчатка, в нем, как вы уже сказали, как мы проговорили уже, применены новые способы пропуска. И также в этой же связи морские невода в этом году работают без проходных дней. То есть мы обеспечиваем рыбалку другими мерами, ну, в смысле пропуск рыбы другими мерами в хорошем, так скажем, количестве. И поэтому пропускных проходных дней на оставных неводах в Камчатском заливе в этом году нет. Итак, уже месяц, как началась путина. О каком количестве тонн уже можно говорить, которые уже на счету наших камчатских предприятий? На сегодняшний день, ну, так скажем, на конец прошлой недели объем освоения составил порядка 4,5 тысяч тонн. Эти цифры в первую очередь складываются из рыбалки на реке Камчатка и в Камчатском заливе, как раз той самой нерке, о которой мы с вами говорили. Но мы видим, что по сравнению с предыдущим годом отстаем значительно уже, порядка 40 с лишним процентов отставания составляет. А 40 с лишним процентов – это от какого периода? От прошлого года, за аналогичный период прошлого года. Коронавирусная угроза повлекла за собой дополнительные затраты, которые понесли предприятия. Это на обсервацию и проверку вахтовиков. Это каким-то образом может повлиять на итоги путина? Ну, конечно, это влияет. Это, во-первых, расходы серьезные. По оценкам, которые сегодня наши рыбаки дают, порядка миллиарда рублей уже вложено в необходимость организационных и профилактических мер, которые предусмотрены распоряжением и постановлением губернатора, касающиеся именно проблемы коронавируса. То есть это уже порядка одного миллиарда рублей рыбаки вложили в то, чтобы выполнить на необходимом уровне изоляцию, тестирование, организацию, соответственно, на рабочих местах, дезинфекцию, ну и так далее. То есть много вопросов там прописано. Все это выполняется, безусловно. И вот в такие издержки сегодня уже получили эту связи. Ну вот может так получиться, что просто физически не смогут предприятия из-за того, что, может быть, не смогли открыть достаточное количество рабочих мест или еще по каким-либо причинам, связанным с коронавирусом? Может ли случиться так, что из-за этого объемы добычи окажутся меньше, чем рассчитывали? На сегодняшний день таких предпосылок мы не видим. На сегодняшний день готовность к путине, в принципе, близка к 100%. Уже оставшуюся часть сезонных работников – это порядка полторы тысячи человек из 12 тысяч человек, которые необходимо везти на пути, но осталось завезти. Все заводы работают, все заводы обеспечивают необходимое оборудование в готовности. То есть у нас мы не видим каких-то проблем и рисков именно технических, связанных с технической частью по невыполнению задач по пути на сегодняшний день. То есть такой информации, что есть предприятия, которые не смогли вынести нагрузку финансовую дополнительно, отказались от добычи в этом году и, соответственно, прекратили существование, потому что не могут финансовый год пропустить, и они после этого исчезли. Вот таких предприятий у нас нет на Камчатке? Нет, таких предприятий нет, мне об этом неизвестно. А вот те затраты, о которых вы говорили, их полностью взяли на себя предприятия или все-таки рыбопромышленники просили какую-то помощь у государства и у правительства Камчатского края в частности? Обсуждался вопрос о мерах господдержки. Деньги на мероприятия, связанные с борьбой с коронавирусом. На сегодняшний день все мероприятия выполняются рыбаками за счет собственных средств. Понятных источников для финансирования мер поддержки рыбаков тоже нету. Ну и, скорее всего, не будет, потому что мы понимаем, какая сейчас ситуация с бюджетом. Вместе с тем такая задача была поставлена. Ряд мер мы прорабатывали, в частности, компенсации по проезду посредством на размещение людей на дополнительное время на изоляцию. Ну, повторюсь, даже если мы это все просчитаем и оценим возможные объемы компенсации, я думаю, что мы не найдем источников на эти цели финансирования, имеется в виду и бюджетом. Андрей Георгиевич, но ведь речь идет о бизнесе, и значит, все эти предприятия, они обязаны просто думать о прибыли. И вот возможный рост цен именно на розничную продукцию, который, скорее всего, состоится, его обсуждали правительстве Камчатского края? Пытались ли как-то договориться с рыбопромышленниками, говоря, может быть, о сдерживании цен в отношении потребителей, которые живут на Камчатке? Применительно конкретно вот этой дополнительной расходной части, связанной с коронавирусом, обсуждения не было. У нас сейчас, в принципе, идет достаточно большое обсуждение и работа по обеспечению жителей доступной рыбы. Вы знаете, что запущен соответствующий проект. Там цены достаточно, так скажем, значительно снижены по сравнению с рыночными. Поэтому рыбаки готовы и заинтересованы в том, чтобы жители Камчатки имели доступные цены на рыбу. Поэтому в этой части работа ведется. И, на мой взгляд, рисков здесь больших нет по увеличению стоимости. Там, где наши предприятия именно формируют потребительскую цену. У нас это касается только жителей Камчатки. Основной объем-то у нас продукции нашей промышленной компании, он покидает территорию полуострова и идет уже на внутренний рынок Российской Федерации, в другие регионы, в центральную часть нашей страны и на экспорт. Естественно, что там уже доля участия нашей компании в конечной цене не такая высокая и не столь определяющая. Там уже наценки товаропроводящей сети в большей степени определяют конечную цену. Ну и рыночные механизмы. А для жителей Камчатки, я думаю, не будет чувствительным вот эти изменения, связанные с рыболовством в этом году. Андрей Георгиевич, ну у нас ведь для многих жителей самая недорогая рыба – это как раз та, которую можно самому поймать. И вот на днях глава региона упоминал, что будут обсуждать организацию любительского рыболовства в Камчатском крае. Ждут ли камчатцев какие-то изменения? Действительно, глава региона поставил нам задачу по решению проблемы, связанной в первую очередь с любительским рыболовством Чивычи. Это уникальная рыба в очень ограниченном количестве, доступна сегодня для любителей. И поэтому очень большая потребность и спрос на нее, он рождает многочисленные обращения о том, что несправедливое распределение, какие-то другие злоупотребления. Мы сейчас готовим этот вопрос для широкого обсуждения, с тем, чтобы выработать возможности максимально, так скажем, снизить непрозрачность, максимально улучшить доступность этой рыбы для любителей рыболов. Но вместе с тем понимаем, что найти такую формулу, удовлетворяющую всех, будет, наверное, практически невозможно, с учетом того ограниченного ресурса, который сегодня мы фактически имеем на реке, в реке этой рыбы. То есть заявок на доступ к ней значительно больше, спрос значительно превышает фактическое предложение, которое есть. Но мы постараемся сделать так, чтобы тот объем, который доступен сегодня для людей, он был максимально доступен и абсолютно прозрачной была бы для людей вся структура распределения этого ресурса, с тем, чтобы ни у кого не было вопросов, почему именно так все сегодня в небольших количествах распределяется. Андрей Георгиевич, спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.